В эфире телеканал Асамар и Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Заклятые соседи! Наблюдая не первый год за ЖКХ скандалами, беру на себя смелость перефразировать графа Льва Николаевича. Все счастливые ТСЖ счастливы одинаково, они счастны по-своему. Сегодня очередная поучительная история для всех тех, кто предпочитает благодаря чужому негативному опыту обходить собственные грабли за версту. Членам ТСЖ-83 это не удалось. Симпатичная хрущевка Натухачевского 243 вот уже два года живет в атмосфере войны. А сейчас в товариществе и вовсе идет непростой процесс смены власти. В соседских дрязгах разбираются суды. Жилищная инспекция, прокуратура. В одном лагере два председателя. Руфина Казарина и Людмила Айгарова. Обе с приставкой бывшие. В другом те, кто пытается сейчас доказать, что у дам проблема с арифметикой. Отношения в некогда дружном доме охладели из-за отопления. Точнее платы за него. В полтора раза завышают сумму. Давайте в цифру скажем, что в зимний период, например, за мою квартиру, это переплата от 700 до 800 рублей. За трехкомнатную еще больше. В которой, кстати, у нас в трехкомнатной квартире живет участник войны, который 91 год. Вот она должна тысячу переплачивать кому и за что. По квартире только за отопление порядка 17 тысяч по одной квартире. То есть в целом по дому это идет гораздо больше одного миллиона. Сумма, которая неправомерно удержана собственников. Откуда же взялись такие цифры? Еще в 2011 году во время капитального ремонта в Хрущевке установили общий домовой счетчик. Но в течение двух лет, уверена оппозиционера, считать продолжали по нормативам. А потом не делали корректировку, как это положено по закону. В последующие годы показания счетчика уже учитывались. Но формулу для расчета брали неверную. Голжая инспекция с последним утверждением, кстати, согласна, о чем и выносила не раз в предписании. Даже штрафовала ТСЖ на 10 тысяч. Но бывшие начальники товарищества не считают, что в чем-то ошибались. Руфина Казарина, первый председатель ТСЖ-83, не отрицает первые годы. Показания счетчика игнорировала. А как по-другому, если в доме много должников? Была инструкция местная. Что за инструкция? Что за инструкция? Я не помню. Я что? Прошло сколько лет? Что у вас решение там? Там написано, что если счетчик поставят в середине года, вообще этот год не берут. Следующий год берут по-старому, но чтобы подготовиться к переходу на счетчики. Но у нас большие задолженники. Каждый раз они по 200-300 тысяч задолженников. На расчетный счет деньги эти не поступили. Поэтому никакого там... У нас не было денег, чтобы сделать куда-то. То, что должники и так далее, люди другие, не виноваты. Это должна быть подпись каждого собственника, что он согласен оплатить за кого-то другого. Ни решение правления, ни решение председателя правления здесь не может иметь силы. Кто прав в этом споре, установит суд. Решающее заседание должно состояться в июне. Оба экс-председателя называют это расследование личной местью. Мол, все дело в ныне покойном отце главы оппозиции Татьяны Тышковской. Он первый не согласился с расчетами за отопление, и судебные тяжбы подкосили его и без того плохое здоровье. Потому, говорят, Тышковская и не унимается. Я не знаю, почему Тышковская что-то ищет. Я не знаю. Пусть она найдет. Ради бога. Собрала инициативную группу. Она решила все сделать в переворот в нашем доме. Слава богу, у нас появился лидер, вокруг которого люди организовались, которая открыла глаза. Она такой ненависть внесла в наш дом. Все люди озлобленные стали. Люди озлобились от того, что нет четкого ответа, куда идут наши деньги. На что потрачены. Сколько раз предлагали. Предъявите отчет. Покажите, чтобы люди понимали. Чтобы не было больше вот таких собраний. Соберите расширенное заседание правления. Пригласите инициативную группу. Давайте разберемся, куда ушли те же деньги за отопление. А может быть они ушли на нужные направления. То есть то, что устроит всех остальных. Но нет. Нелегитимно. Ничего. Это не признаю. Но за каждым вопросом, за каждой мелочью, что не дали одну бумагу, бежать в суд – это неразумно, нереально. А здесь все это только процветает. Нельзя снимать вот этих вот бутазеров, да? А снять надо вот то, что сделали, какой ремонт сделали. После капремонта дом и впрямь выглядит, как игрушка. Но жители уверяют, только внешне. Новая крыша течет с первого дня. Текло до такой степени, что подставляли тазики. Приходила сама же потом и Казарина, приходила Айгарова. И друг на друга ты не сделал, ты не сделал. Результата никакого. Текло у меня вот так, по стеклам по всему. И сейчас течет. На первом этаже. Чуть меньше. Первый год не текла. Текла. Они приходят, делают. Просто у них плохие специалисты. Ну это же ненормально, когда новая крыша течет. Нормально, нормально. Это нормально, когда новая крыша течет? Ну. Крыши должны латать по гарантии, то есть бесплатно. Но въедливых членов ТСЖ давно терзают смутные сомнения, что за этот ремонт они уже не раз заплатили. Развеять эти подозрения легко? Достаточно дать всем желающим внимательно изучить вот эту интересную книжечку в руках первого председателя, где вся жизнь товарищества расписана в цифрах и фактах. Но, увы, книга эта под грифом секретна. Никто эту книжку в жизни не видел. А вам и не надо? Почему не надо? Они члены ТСЖ. Они не могут. Мы должны знать, куда деньги дедуать. А вот это кто? Мы отпечатаем, что не брать, что не будет. Никогда. Ну полный крафт. Нечестно работалось. Потому что ничто не вывешивалось. Членам правления давалась зарплата. И это вы все прекрасны. И вы мне предложили. Я сказала, я не буду брать. И когда я стала говорить, это нет, это нет, это не будем, меня перестали приглашать. Почему у нее все документы, она никто уже несколько лет. Ни председатель, никто. На каком основании документы? Они документы все сожгли по 13-й год. А кто подписал? Это неправда. Кто подписал? По 11-й. По 11-й год. То есть, издиняюсь, по 11-й год. Правда, Саш, говорит, документы? Да. Нет, по 10-й. По 11-й год. У нас нет офиса. Мы все документы храним в своих квартирах. Вот я председатель. Я их храню. Но я не могу столько бумаг держать, правильно? Это серый кардинал, вы понимаете, который руководит до сих пор нашим домом. Я 12 лет отработала. Руководит в любом случае. Заслуженный экономист я. Да, да. Бежал. Ветеран труда. Я 12 лет. Весь дом ремонт сделала. Недомолвки, взаимные подозрения, оскорбления до добра уже не довели. С конца февраля в доме наступило безвластие. Последний председатель Людмила Айгарова написала заявление об уходе. Говорит, довели. Я пять раз уже была на больничном в этом году. Вот эта вот вся оппозиция. Поэтому мне не нужна такая работа. Не нужна. Я хотела домом заниматься. Получается, что в итоге я дома не занимаюсь, а занимаюсь судами, прокуратурами, ОБЭП, жилищная инспекция. Жилищная инспекция только за последнее время 23 запроса нам написала. Почему вы тогда везде заявляете, что вы еще руководитель, не даете документы, не отдаете печать? Я принимаю, будут легитимно избранные люди, тогда я передам. Это люди, которые угодно и ей. Нет, ничего подобного. Те выборы, которые прошли, вот принесла даже показатель себе бюллетени, она их просто отшвырнула. Все у нее неправильно, все легитимно. Они что-то сами создают. Я, например, мимо меня. Я не знаю. Я вот совершенно первый раз не про себя не вижу. Это подделка документов. Вот, пожалуйста, уведомление о проведении собрания. Вот, уведомление. Что они утверждают? Это все висело. Все висело на дверях. Больше месяца протоколы висели. Если что-то мы там неправильно не понимаем, так помогите нам, как председатель, поставить нам, наконец-то, председателя, потому что время-то уходит, так она препятствует. И у нас, конечно, такие мысли, что здесь что-то нечистое. Все эти выборные страсти, а в гонку включились, что показательно, оба бывших председателя уже ознаменовались, можно сказать, уголовщиной. Руфина Казарина уверяет, что стала жертвой конкурентов. Они мне говорили на кровать, и вот царапы, я делаю судебных спортизу, сходила. Евреи! 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 Врет она, не слушает ее. Это террористы страшные. А народ всем привыкло, не надо, не закрывай. А народ привыкло всем затыкать, понимаете? Она взяла эти бюллетни, она, значит, раз их, и чуть ли не рвать. И мы вдвоем еле вырвали у нее. Бывшая и прошлая председатель набрали 23-26%. Люди просто категорически голосовали против них. Причем, когда приносили бюллетня, они говорили, вы их никому не покажете. Мы уже устали от этого бурдака. Запугивает всех. Вот сейчас сидит смотрит, кто против нее голосовал. Эмоции – это прекрасно, но в меру разум надо включать. Очевидно, обеим сторонам конфликта. Если оппозиция уверена, что выборы, которые она провела, легитимны, вовсе не обязательно получать одобрение бывших председателей. Нужно идти в суд, доказывать свою правоту и уже там истребовать все документы для регистрации нового главы ТСЖ. Причем тянуть с этим не стоит, ведь период безвластия, уверены эксперты, ни к чему хорошему не приведет. Это очень ненормально. Чем это очревато? Тем, что сейчас вот в период безвластия никто не будет подписывать документы. А что это значит? Значит, перечисление денег не будет ресурсоснабжающим организациям. Пройдет определенное время, им отключат воду, отключат свет. Вот это самое страшное. А самое, наверное, еще страшнее – это то, что у людей недоверие появляется вот к этому способу управления. Понимаете, вот единичные случаи, которые… Их не так много, да, на фоне того, что происходит с управляющими компанией, вот ситуации в ТСЖ, они единичные. Но вот когда говорят об этом, да, у людей складывается впечатление, что это везде, во всех ТСЖ так. Такие конфликты возможны лишь в тех товариществах, где нет прозрачности и доверия, уверен руководитель регионального центра общественного контроля за сферой ЖКХ Виктор Часовский. Ведь даже если взять те же расчеты за отопление, в постановлениях правительства все четко прописано. И председатели не должны здесь проявлять самодеятельность. Тем более в качестве аргумента в пользу переплаты использовать факт наличия в доме должников. Неисполнение одних обязанностей ведет к нарушению других. Это работа с должниками. То, что они кивают на то, что низкая собираемость, да, почему? Они выявили причину, почему люди не платят. Проще решить вопрос, когда собирать дополнительно деньги, чем работать с неплательщиками. Это гораздо проще. Не надо с кем ругаться, и все нормально будет. Выставляющие этапы повышены, и все, и будут люди платить. За этим тоже следит государственная жилищная инспекция. Есть отдел, который проверяет правильность начисления за жилищные и коммунальные услуги. Я думаю, есть смысл туда обратиться. Я готов оказать помощь в этом плане. Если что-то, то, что председатель ТСЖ, опять же, пытается что-то извлечь из этого, да, это напрасно. Сейчас подскажем, нерадивым председателям сейчас все с тонкостью расскажем, как им деньги воровать лучше. И скрывать следы. Проверить, насколько чист на руку председатель, задачка не из простых, говорит юрист Вячеслав Мещеряков. Он сам когда-то был председателем ТСЖ, а теперь разбирается в многочисленных коммунальных конфликтах. Мещеряков объясняет, ни госжилинспекция, ни любой другой властный орган не могут контролировать финансово-хозяйственную деятельность товарищества. Эти полномочия возложены на тех же собственников в лице ревизионной комиссии. Но есть случаи, когда и ей не предоставляют документы. В таком случае бумаги нужно истребовать через ГЖИ. Проверку могут провести и правоохранительные органы, но они редко заканчиваются тем результатом, на который рассчитывают жалобщики. В АБЭП, чтобы провести проверку, у них должны быть факты, доказательства какие-то. Естественно, люди, когда пишут заявление в прокуратуру или в АБЭП, они не всегда обладают этими доказательствами. Вот где-то что-то услышали, а, к сожалению, часто бывает, что и просто показалось, что председатель там ворует. В отношении практически всех председателей проводились проверки. Ну, в отношении, редко в отношении кого-то есть действительно повод, чтобы возбудить дело. Нужно доказать умысел. Потому что у председателя был умысел, была корыстная цель. То есть он должен получить с этого какую-то прибыль, выгоду. Если у него нет никакой цели корыстной, то и нет состава преступления. Впрочем, оба эксперта убеждены, что при всех минусах лучшего способа управления домом чем-то СЖИ еще не придумали. Доказательство тому – простая статистика. Только в Самаре зарегистрировано больше 1200 товарищей-собственников жилья. А в судах и конфликтах погрязли не больше полутора десятка из них. Остальные работают тихо и мирно. И если они не хотят пойти по пути своих менее благополучных собратьев, им нужно соблюдать простое правило – ничего не утаивать. В конечном счете все упирается в людей, которые живут в доме. Ну, а человеческий фактор – фундамент, ненадежный для крепкого здания. И потому контроль за деятельностью ТСЖ, на мой взгляд, все же нужно усиливать. Реформа давно назрела. На сегодня же пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин